Урса. Урса сверху, ты имеешь в виду? Снизу. Но они банят Разора, это значит, что появится какой-то милишник. Урса, Бесмастер, Ликантроп и Сент Кинг, вот это вот, ну хотя против антимага, толпа милишников. Нет, контроль есть, Урса может загрызть. Не, я просто думаю, какой-то милишник появится. Забанили Разора не просто так. Они боятся, что у кого-то высосут дэмэдж. Возможно, они банят это против Ликантропа. То есть это уже все готово, осталось убрать Разора и никакого сейчас фокуса не будут нам показывать. Бан от Резолюшной Ко. Защититься от пуша. Пугнук будет убрать на всякий случай? Да, не будет пугны. Может, Вурион? Вот инвокер, это хороший бан. Против Миракла это всегда хороший бан. Но и герой для Миракла сейчас будет. Если это не Мидова Ликантропа, мы понимаем, Матумба в команде, это должен быть Матумба на рекаме. Да, это Матумба должен быть. Бестмастер однозначно для мейн-контрола. Ну вот если это Зевс... Я не верю в Зевс. Ну там Репел уже появился. Зевс может вообще не выстрелить в этой игре и ставить его в качестве венера. Это глупо. Один уже имеет хороший Мэджик Резист, одного прикроет Репелом. Вот там Виндрейнджер, которого мы сегодня советовали уже. Хороший герой, мне нравится. Ну что, может все-таки Пугна? Или Банша? Экзорцизм. И давить. Да, да, ты знаешь. Сайланс лишний, по Умни Найту, по Кристалмейдену все очень неплохо бы смотрелось. Но это мое мнение. И в Миде против Верки неплохо бы отстоял. Сейчас будет что-то веселое. Брюдмазер. Не, Паушшот, Хилл, Нова, Фиссура. Слишком много всего того, что ломает боку. Хорошо, не Брюдмазер. Давай еще что-то веселое. 20 секунд. Веселое что-то давайте. В Рикимару? В Мид. Инкоррепно. Рик-тики-тики. Рикимару. Леон Медовый сейчас будет или Рубик? Рубик. Просто Медовый Рубик. Слушай, а Рубик-то, если что... Вер! Мой любимый герой. Мой любимый герой. Миракл будет на нему играть. Что, в Миде? Или Ликантропа отправится? Да, да. Миракл в Миде. На Вивере. Против Вик. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Потому что, не знаю. Я не могу аргументов. Потому что это пятая карта Гранд Финала. И смелое решение от Ликвид. Но мы продолжаем. Очень хороший пуш. Вивер с каким-то быстрым Дезолятором и Драгон Лэнсом помогает Ликантропу. И они вместе под Некрачами или просто Аурой Бестмастера, каким-то Владмерсом и так далее сносят на ура. Опять же, Вивера чем здесь можно поймать? Привязка раз, колба два, хорошая фиссура три. Сложно будет. Знаешь, будет мочень. Сложно будет. Будет действительно очень сложно. Диффуза будут быстрые. То есть, как бы, ГА будет не особо суперполезным. Ну, будет неприятно. Но вот мне нравится Виха на Верке. Он умеет. Он очень хорошо умеет. Он очень хорошо умеет шейклить. И опять-таки, тут огромное количество разнообразных кабанов, волков и прочей ереси. Которые можно будет прошивать, с которыми можно будет связывать, с которыми можно будет драться, с которыми можно будет фармить. Crystal Maiden над Саксом мы сегодня видели хорошо. Мизери и Шейкер уверены, что будет хорошо. Мизери продолжает. Я не знаю, есть ли в компендиуме предикшн, какой игрок сыграет на самом большом количестве героев. Если есть, потому что я еще предикшнами не занимался. Мизери главный претендент на эту фигню. Он прям суперширокий пул четвертых позиций. Мы это еще на прошлом интернешнле обсуждали. И во время того самого финала. Потому что, ну, напомним, что команда Планетод играла в финале интернешнла в прошлом году. Но в этом году, к сожалению, она там играть не будет точно. К нашему большому сожалению. К нашему большому сожалению, да. Погнали. Итак, Liquid. Miracle на Viver, Mind Control на Beastmaster, Кура на St. King, GH на Zeph. Zeph все-таки четвертой позиции. St. King пятый. И Matumba Man, Leakantrop. Ну и Old Planet, Misery, Шейкер, Сакса будет играть на Crystal Maiden, Resolution, Antimag, Виха, Windranger и Moon будет играть на Omni Night. А на Валиде нам звука, пожалуйста. И Resolution загоняет. Дайте шуму. Дайте шуму. Double down or go home, пишет Виха. Действительно, double down. Погнали. Хорошо, что нельзя чаще, чем две штуки раз в 30 секунд. Спам был бы лютый. Ну что же, еще раз вам напоминаем, что это гранд-финал Dream League. И спасибо огромное нашим партнерам, благодаря которым мы имеем возможность транслировать с Dream League. ГГБ от коэффициенты, на которые хочется ставить. Ну и участвуйте в нашем Кубке Аналитики. Напомню, регистрируйтесь на сайте с промокодом GGCUP. И пытайтесь победить в первую очередь Ярослава Несокузнецова, который там оторвался и идет впереди. Скоро будет, кстати, по итогам DreamHack'а, этого будет рейтинговая таблица появится на сайте. Миракл. Так, кстати, смотри котировки на этот матч. 2-0-8 плана тот 1-67 Team Liquid. На эту пятую карту Liquid были фаворитами 1-3 где-то перед серией вообще. Но вот сейчас мы видим 1-67. Более-менее шансы уже равны. А Миракл-то все-таки отправляется на изи-лейн на вивере. Это Керри Вивер. Мне не нравится эта идея. Керри Вивер, Сирен. Я тебе могу заявить со стопроцентной вероятностью, что... Я не про вивера говорю, я говорю про парня в миде. Матумба. А че же нет? Под Хаулем, с Пурман Шилдом он сейчас нормально стоять будет. Будет. То, что захарасить он виху особо не сможет, это факт. Но вот он сможет нормально пофармить. А это для него, наверное, даже важнее, чем обыграть вражеского мидера. Там есть антимаг против тебя. Твоя задача максимально быстро получить кейт айтемы. Ага, резолюшн. А вот это вот серьезная заявка. Миракл спрятался. Его видит. Сентривард. Приходится тратить флазку. Это прям очень серьезная сейчас заявка. Но Резоль тут скоро пока так себе дерется. Копнули Резоля. Резоль. Вынужден от Линка уходить. Я не знаю пока, как на это отреагировать. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но вот пришел Сакс, а теперь хорошо. Теперь хорошо. Это триплан. Да, здесь все должно быть нормально. А мне кажется, будет свап сейчас от Ликвид. Ты думаешь, они будут отсюда уходить? Ну, если Сакс сейчас будет чуть под наглее играть, и Куру распечатывает, ему придется куда-то убежать. Миракл будет сложно. Сюда надо стягиваться срочно. Просто моментально стягивать сюда Зевсу. Он сможет нормально харасить. На топе Омнику они все равно ничего не сделают. А Омник пусть там состоит против бестмастера, пусть получает свои лвла. И Джаш, ну я не понимаю, что он там будет делать. Ну, а второй получить, и все будет неплохо. Очень сложно это сделать. Кабанчик разминает. Дегенаура сразу у нас вкачана. Ну, Миндера прогоняет отсюда. Но Кабан не может до него просто добежать. В общем, да, Джаш пока дает возможность получать лвла бестмастеру. И это хорошо. Ну, а снизу мы видим, поддавливает Патавр. Там уже Рызоля, Вивер. Сложно будет и Виверу, и Антимагу. Это понятно. Вот, видимо, Матумба. Но получал здесь. Пытался дотянуться через Фессуру. Еще и пауэршот. Матумба. Второй раз мы видим в игре, когда просто на... Сейчас 40 кп. 40 кп оставалось. Хотя, опять же, считаю, что это не калькулейтед. Ну, и пешком он вынужден бежать. Мизери, Мизери, Мизери. Не доставал Мизери. Но Мизери чувствовал, что будет бежать сейчас Матумба. Понимал, куда. Если бы сейчас он достал, это было бы, конечно, суперкруто. Так, Куро. Ой, проблема у Саксы. Проблема у Саксы. Возможно, сейчас Форсблат Сакса успеет ли раскастоваться хоть как-то. Сакса, Сакса потерял немножко времени. Погибает Сакса. Ну, и Мизери отрезает Куро. И Куро в размен уходит. Миракл выживет здесь. Все нормально. 1-1. Через Жуков там Кристал Мейден шансов не остается. То есть, она не может сбить. У нее слишком медленная тычка. И Жуки ее будут просто грызть. Так, Матумба. В мидлейне. Против Вихи. Виха практически не пробивает. Проблема огромная у Муна. Два Кабанчика. Стреляют бешеные замедления. Пять маны. Пять маны. Пять маны. У нее четырестика. Все нормально. Все нормально. Если что, был у него Манглус еще. Но проблемы продолжаются у Муна. Нижняя, верхняя. И фраг для Ликвид. 2-1. Ой, как неприятно. Тут же Кларити вешается на Зевс. Он продолжает мешать здесь Омнику. И Омник ничего пока с этим поделать не может. Остается только получать Лещи. Сейчас ТП вернется. Конечно, получит Экспириенс. А вот Джаш, когда прапается и придет на ботом лейн. Вот эти все Кристалл Мейден и так далее. Для него будут таким кормом. Значит, супер неприятный сейчас момент. Потому что на нижней линии не все в порядке. Видимо, так вот мир это битый. Но заработали ФБ. На топе есть просто опен фраг без размена. И в миде фармит нормально на уровне Матумба Мэн. И это, можно сказать, что первые 4 минуты, если считать только линии, то все хорошо. Все хорошо. Нужно быть Писсура. Сбивают Кларити. Главный мирокл постоянно держать без Маней Розоли. Но Розоли очень сложно подходить к репам. Ты все-таки против этих двух жуков. Вот стоит ли сейчас держать вклюженную базилку? Нормально, нормально. Маней Розоли, чтобы толкать линию, ну а что бы нет? Что бы нет? А зачем я толкать кентимагу на уфлейне? Ой, больно Розоли. А пока ничего нет. Тут у антимага не будет такого фрифарма, как это было у Розоли на третьей карте. Ой, на второй карте. Но он и не дает фрифарма Виверу 11 на 1. Страшно, да, маниконтрол делает. Сакси очень больно было. Ну да, Сакси нужно получить этот левел, чтобы помогать максимально антимагу, чтобы помогать там уже Вихе с постоянной маной. Но очень-очень сложно этот самый левел получить, потому что нужно постоянно помогать на нижней линии, нужно постараться как-то помочь и Мунминдеру на лёгкой линии. Сложно, сложно даётся игра. Есть пауэршот, не попадает в Матумби, выходит в таймизери, но что он может сделать? А вот развлекать Матумбу. Ну, такое себе развлечение. То есть с руки ты его не пробиваешь слишком. Всё хорошо с армором и щиточками. И этих скрипов на себя забрал. С ластхитом проблем у Матумбы не должно быть. Должен забрать всё подвыше. Да, пошло перемещение на топ, там Мизери пытается срезать сейчас Бестмастера, но на самом деле нет. Не пытается. Передумал он. Да, на самом деле сейчас всё-таки Миша, не знаю, зачем. Они же не пробивают Матумбу просто. Матумба спокойно стоит, фармит, они ничего ему сделать не могут. У него всё слишком хорошо. Просто всё слишком хорошо. Подходит сюда GH. Попытается сейчас бить Кларити, наверное. Да, так и происходит Виха. Теряет возможность восстанавливать манну. Вот Мизери-то встречается с Зевсом. Ну, понятно, делал Зевс свой прогонит. Кстати, аккуратнее здесь надо быть Мизери. Сейчас будут кабанчики, скорее всего. Да, вот он вышел кабанчик. Он с тапком, с тапком. Но есть Мунминдер рядом. Надо подхилить Мизери. Подхилил себя. Мизери погибает. Ну, а тут у Мунминдера тоже трабла. Да, и Мунминдера не отпустят. Мунминдера не отпустят. Ничего он не может сделать. Перификейшн ещё попытался дать, чтобы как-то зацепить майнд-контрола, но не получается. И два фрага для Миндера, для Матумба Мэна. Ну, и вот она игра от Ликвид. Они прекрасно понимают, что нужно делать. Саксо поставил в арт и уйдёт отсюда. Встретили майнд-контрола. Будет ли колба здесь? Саксо видит, зацепил новый и должен давать колбу. Да, минус. Адамсихи. Как же неприятно, Саксо не пускать. Нет? Ну, они знают примерное местоположение. Ловить его долго. Да, ловить не стали. Ликантроп просто за ДНЛ вышку в этот момент. Ну, хорошо, что это не плохо. Хоть как-то Тавр пропушил Виха, пока не было Ликантропа, но даблкил Ликантропа, это, конечно, жутким образом неприятно. И Ликантропа всё внезапно становится очень даже хорошо. Первый Нетворс наравне с Вихой. И все сомнения в том, что может что-то не получиться, если будет постоянно бегать сюда саппорт, харасить. Мы видим, они уходят. Уходят подальше. Миракл отстаёт от антимага, что абсолютно понятно. Ну, на 200 монеток на самую малую, скажем так, Блайтстон появляется. Поменялись. Есть аквилка. Разминает. Ну, и 6 уровень. Можно попробовать запустить жуков. Пошли жуки. Надо что-то делать у Минайта. Он пытается кинуть себя от жуков. Очень больно. Верхний ему сбивает. Пытка сделать тэпа. А вот армора уже совсем мало. Улетает отсюда. Умнинайт. Как же сложно, да? Прогнали. В любом случае прогнали. А, здесь Тавр упал. Здесь Тавр уже упал. И Миракл успел заработать ещё и на вышке. Миракл забрал. За Денаев был Умнинайт. Да, так что, в принципе, 1-1 по Денаевам. А вот Резоля тут уже гоняет и майн-контрол. Куда бы ни пошёл Резоль везде неприятно. Да, а атаковать майн-контрол нельзя. Тоже Блайтстон имеется. А эта медалька будет быстрая. Они, скорее всего, пойдут Рошана заберут. Блайтстоун, медалька, жуки Вира. Через такой минус армор с лекантропом можно спокойно идти и забирать. Так, ну что, вернулся Миракл, кстати, сейчас ТП нет. И повторная такая атака принесёт свои плоды. И ускоряйся убьют. ПТ-шечку будет собирать вверх. Да, всё у него в порядке. По накатанной пойдёт. По понятному билду. Так, опасно. Отрезали ему майн-контрола. И... О, что не бить? О, что не бить? А тут Кура рядом. Ой, беда, Резоль. Но Мизери поймали. А двоих копнуть? Нет, двоих не получится. Мизери ещё развернулся, дерётся до конца. Сейчас убили, Резоль на разворот. Ай-яй-яй, забрали. Но потратил немножко туда ультимейт. А Кура побить? Кура побить не хотят. Тот же Виха рядом. Нет, Кура побить. Не хотят. Не хотят гоняться за Кура. Слишком много времени ещё в этих лесах бегать. Там Зевс, глядишь, сбоку дэмэджи накидает. Хотя у Зевса мы видим по мани небольшие проблемы. Есть ТП сюда от Бисмастера. Тут же возвращается. Здесь уже Матумба готова попушить. Ой, аккуратно. Миракл еле живой. Таймлапс потратил. Да, этот разберётся. До Шрайна, наверное, придётся бежать. Перемещается очень быстро, понятное дело, Вивер. ПТ-шечка потом будет. Пока без тапка можно нормально жить. Скучив 4, левел получил нужный. Так, где Зевс, проблемы. Успеет ли добить? Одной тычки не хватает. Виха и проблемы теперь у Вихи. У неё нет Виндрана. А нет, всё-таки есть. Я думал, что он Зевса на Виндране догонял. А тут ждёт. Миракл ждёт. Джимнейт атак. Ну и классный фраг сейчас от Миракл. Отличная привязка. И должна быть фиссурой здесь. Добить, добить, добить. Не, бежать отсюда, бежать. Ай, просветка. Миракл таймлапс бежать. Мизери. Не за контроль. Боже, как же всё на бодрагах. Как он привязал, я не знаю, вот эту в долю секунды. Спамил наверняка этой кнопкой. Два героя мёртвыми казались абсолютно мёртвыми, но выживают на суперлоу хп. Там Шрайн пошёл, если не ошибаюсь. Отпились. Так что сейчас всё хорошо. Матумба на топе вышка палом. Переключаются на следующую. Собирать он будет не кратчей. Бешеная так спит. Толкать с этими ребятами. Против умниннайта. Аура бестмастера. И погнали. И стп от виндрейнджер. Виха. Он просто отзонит сейчас виху. Как-то надо по-быстренькому отсюда и толкать тавр. Волки. Кабан. Пока не спешат. Пока не спешат. Пока лучше отбежать. Ну да, здесь атака, наверное, на Т2 захлебнулась уже. Есть медалька. Можно попробовать убить Рошана. Уже можно сейчас пойти и попробовать убить Рошана. Ну, довольно рискованно. Но хотя нет. Под таким минус армором. Если поставить ворды, и чтобы видеть Планетод хотя бы где-то на карте, то можно. Но из вордов сложно и опасно. Так, может уже немножко наглеть Мун. Нормально у него все более-менее. Спалился Срезоль. И пошла атака на тавр. Вот тут рядом есть еще несколько человек. Ну, заберут вышку. Я думаю, заберут. Можно сделать, конечно, какой-то ТП. Про Юзери с Каном. Есть два ТП, собирается подраться. Сейчас жуки полетят в спину. От Миракла. Вот он Миракл. Миракл. Мамон Минеру. Полетели жуки. Умны Минера нет маны. Умны Минера нет маны. Кушает он Манго. Юзайт ультимейт. Мизери. И ему пытается сделать ТП-аут. И сделали. Сакса погибнет. Погибнет и Мизери. Ему сбили ТП-аут. Жукова подсвечивает. Он просто погибает. Минус два. Минус два. И вышку они, конечно, забрали. Это бонус. Но отдавать героев так, конечно, не хочется. Потому что подкармливается здесь Элекантроп, у которого вот-вот уже появятся Некрачи. Да. Вот. Есть уже. Есть уже первый Некра. Это значит, что третий Некра будет на 16-й минуте. И здание будет падать очень быстро. Невероятно быстро будет падать здание. Никто не скроется. Все будут абсолютно без маны. Потому что любой контроль вгрызается Некрачи на этом. А ему еще. Ой, как далеко. Так. Антимаг надоел уже в этом финале. Четыре карты у нас антимага было, да? Да. На второй выиграл. На четвертой выиграл. На третий проиграл. На первой не было, по-моему, у антимага. Другие товарищи там. Другие заводилы были. Так. Ура. Что там, кстати, взял? Ой, как больно Миракл пробивает. Вроде как ПТ, стики и больше ничего пока нет. 40 дамажа? Да. Хауль. Фармит очень уверенно. Сейчас еще на 10 уровне, скорее всего, возьмет плюс 30 дамаджа к шикучам. Можно, конечно, к силе взять, но... Не, наверное, будет брать дамаджа к шикучам. Более логично. Ну, это какой-то лесной вивер. Фармит, конечно, удобненько и комфортненько. Виха делает ТП в мидл. Там два героя команды. Ликвид. Тут, тем временем, проблема у Саксы и минус Саксы. Джарж дал ульт. Показал, кто где заодно. Ну и без проблем разобрали Саксы. Зачем экономить? Да не, зачем экономить, да. Ты забираешь суппорты, ты сам саппорт, еще и просвечиваешь, даешь вижен. Да, аккуратно тут играет Мизери. Понимая, что если майн-контрол до нее добирается, он еще под аркинер, но и он с удовольствием, скорее всего, потратит рор. Подходит туда Матумба, Волки, куча вижена, куча саммонов. Пошел Хауль и начинает грызть один. Мизери, Фиссура, Матумба живет. Он там под медалькой готов танковать даже эту вышку. Да, спокойно, спокойно, вот так методично давят Тавер. Матумба опять подбежит сейчас с Волками. Могут еще кого-то зацепить. Так, Вивер забежал далеко. Вивера там связали, наорали тем временем на Мунминдера. Разорвали Мунминдера, ничего не успел сделать. Далеко был Мизери, нет у нее Блинка, не может ворваться. В итоге два фрага без какого-либо ответа. Ну и не успевает, не могут ничего сделать. Просто Рошана, пока не кратчи есть, медалька есть, Лайтстоун имеется, Жуков, правда, нет у Мирекла, но... Ай, не нужно. Он просто под медалькой развалит его просто моментально. Опять похожая ситуация на то, что Резолюшн просто-напросто будет не в состоянии драться с этой всей гэпшой. Ну, они пойдут на хайграунд очень рано, так что, я не знаю, Резолюшну вплоть до того, что не собирать сейчас БФ, а сразу Рошан будет полезной. Там вторые некрати уже готовы. Есть Аегис, скорее всего, отдадут Виверу. Так и есть. Диффуза появится скоро. Ну и там у саппортов типа Crystal Maiden, и Omni-Night не остается шансов. Он просто будет уничтожать их. Никаких репелов, мана будет отлетать моментально. Атаки у Вивера и так хватает, а под каким-то хаулем и диффузами с этой джимнейт, а так он там будет уничтожать. Так, ну что, снизу у нас экшн, Кура идет на Резолю, есть ТПМ, Бестмастер, да, ой, как хорошо, Кура все делает, ультимейт, кастовывает Саксо. Неужели не хватит, да, уже даже на Саксо, на Саксо хватает, да, ну и Резоль уходит. Браво, Кура двоих капнулась, Майн Контрол чуть ближе был, успел дать бы условный Квиттер Ор, который только что появился по Антимагу, может быть и у Антимага были бы проблемы. Ну, мне кажется, это не важно, то есть забрали Crystal Maiden, да, потратили эпицентр. Так, Вивер, ну как хорошо, ну вот тут должны, конечно, убивать Вивера. Это Ягис. Шейкал, вот, нет, кулдаунится, и просто убегает. А что еще? А есть какие-то штыки нет? Да нет, нет никаких. А вот теперь есть, а вот теперь есть таймлапс, и уже нет. И Мирку просто убегает отсюда. Не-не-не, этого героя просто так не поймать, разве что вот сейчас вслепую куда-то будет вязать Виха, вслепую побежит за ним, увидит сверху с какой-то елочкой. Слишком быстро ему спит. Это фантастика, сынок, да. И Меркл тапаут сделал. Что тут тапаут в шикучах? Учись, Витя, учись. Учусь. Смотрю и учусь, записываю. Одевай блокнотик. Так, майн-контрол. Ну, уже дайдер есть у висмастера, сейчас воните могут проблемы. Пошел врыв, майн-контрол. Должны подкопать. Все нормально. Что? Что-то далеко, по-моему, нет? А, ну, все отлично. Да. Там под медалькой добирается вивер. Дефать нечем. Ну, единственное, джа тратить. Слушай, даже на Т3, по-моему, можно зайти сейчас. Заставить хотя бы прилететь сюда людей, потому что тут Девард прошел. Все нормально. Ничего по факту там не мешает им зайти побить. Но спешить не хотят. Спешить не хотят. Надо все делать правильно. Еще подефать хотят, остановить что-то. Майн-контрол потратил рор. Поэтому нужно что-то, чтобы откатилось. Того же антимага. Ого. Просто ему с лапы. Не понял. Даже сам антимаг, по-моему, как так много хп сейчас закончилось. Почему так больно? И почему так сложно сейчас фармировать? Вот БФ. Ой, 17-я минута. 17-я минута действительно поздно. И с этим БФ надо сейчас уходить фармить. А тут, по-моему, все против. Ой, сейчас будет весело. Ой, сейчас будет весело. Бежит сюда бисмастер. Мизери и Виха стоят вместе. Выходит Кура. Копает одного Мизери. Тут же получает Шекл. Не связывает его. Кура контролит ситуацию. Пошли кабаны. Мизери получает топоры. Топоры маленького левела не дамажат особо. Кура стоит в песках. Тут уже Миракл. Миракл делает бобо. Просто поддавили так, знаешь, нагло. Я думал, врывку это будет через роры. Быстрый фокус. Но ульту Зевса не потрачено. Ничего не потрачено. Джаш просто ходит рядом. И так, значит, напугали. Ну, Джаш ждет, чтобы застелить ультом. Это же Зевс. Калибрует, что ли? Калибрует. Понял. Самое важное. Можно давить Т2. Да, все хорошо у Вивером. 6-300 по Нетворцу. Чуть-чуть отстает от Вин Рейнджер. Да, натыщенку отстает от антимага. Но сейчас упадет вышкой. Еще лучше станет у нас ситуация. Подходится на Миракл. Не крачи, третий имеются. Да, это сильно. Ни разу их пока не вызывал. Но я думаю, если будет драка, либо будет какой-то попытка захода на хайграунд. Готовы дефсовы. Дефсовы дефсовы. Это серьезно. Это очень серьезно. Во-первых, это невероятно крутой слоу. Это... Самое главное, это мозга. Гордина Энджел будет сниматься. И проблемы будут у команды Планетод. Вообще Миракл любит. Так, Миракл сгибает. Скину. Пошли жучки. Ни по кому не попадает. Вышку сгнали. Неплохо Миракл. Отбежать отсюда. КП мало остается. Линки у нее нет, поэтому... Да, Миракл любит диффуза. Если вы не смотрели, то на канале Dota 2 Universe появилось недавно видео про игру Миракла на антимаге с диффузами. И как бы это странно ни звучало, я даже в твиттере написал, что Миракл и Энесс сошли с ума, потому что один играл, а второй про это видео записывал. На самом деле, это... Это хорошая тема. Это рабочая тема. Ну, это же ситуативно все слишком. Есть герои с контролем против тебя. Нет. Нужен какой-то аганим. Не нужен. Так. Бедный секс. Металли минус секса. Ну, еще, смотри, еще повоевал. Мираклу подарили его. Может, на день рождения сегодня? Может быть. Может быть. Кто его знает. Нужно проверить. Не, недавно поздравляли Миракла с днем рождения, так что вряд ли сегодня. Сегодня только из нашего твиттера узнаю, из твиттера Рухаба. Знаю, что сегодня день рождения у Квейка. Так. Вот так вот. Муна бьем. Муна больно. Похилился. Матумба там тем временем убивает Мизери. Муна на хайграунд загоняет. Можно зайти. Можно там совсем нет. Это минус. Это минус. Он постарается еще разочек подхилиться. Но надо гнать дальше Мираклу. Матумба делает рейн. Там ВРка погибла. Дабл килл. Ну, репел. Не снять. Таймапс. Да. Ну, в это время, пока Вивер гнал, тут отстреливали героев по всей карте. Виндрейнджер погибла. Шейкер погиб. Матумба с третьими Некрачами допушивает Т2. И как же переворачивают эту серию Ликвиды? Это, казалось бы, 2-0. Все хорошо, Планетод. И та самая злополучная третья карта, где, объективно говоря, расслабились Планетод. Дали чуть-чуть слабину. И Ликвид их моментально поймали. 2-0 сделали 2-1. В очень сильной боевой карте сделали 2-2. И пока не оставляют никаких шансов Планетод. Да, уже более 6-ти тысяч преимущества. 15-2, как ты правильно отметил. И вроде есть Томни Найт. Все здорово. И Антимаг должен фармить. Но мы видим, пока Ликантроп просто перефармливает Антимага. Хотя 21-ая минута. Самый старт, наверное, такой. Да, Монта уже должна быть у Антимага. Но мы видим, тут, конечно, пока не пахнет. Пахнет, но не особо сильно. Но не Монтой. Да, не Монтой. Пахнет очередным чемпионским званием для Ликвид. Ликвид в этом сезоне выиграли много турниров. А Планетод пока не может похвастаться. Есть у них победа на ESL Гентинг. Еще в январе. Очень давно это было. Очень давно, да. После этого, к сожалению, успехи. Есть Vision. Заметил Мизери. Майнд Контрол. Будет ли все от ТП? Да, смещается уже команда сюда. Ой, как больно сейчас будет Мизери и Мунминдер. Мунминдер ворор. На Мунминдер орать. Надо дождаться, пока команда будет наорать на Муна. Мизери выберет так. И теперь на Муна наорать. Вот так. Наорали на Муна. И минус Мунминдер. ТП он потратил. Даблкил для Миракла. Разгоняется здесь очень сильный вивер. Ну, ты знаешь, встать впечатление, что так в тильте сейчас команда Планетод. Мне кажется, после того фида на третьей карте, когда пошли просто по одному постоянно Мун. Ну и шуточки, прибауточки были там в Твиттере и от Мунминдера, и от Резоля и так далее. Видно, что команда немножко расслабилась. И вот, к сожалению, мы видим, эта расслабленность срабатывает. Потому что Ликвиды, понятное дело, даже не играя там какими-то супер задумками, играя стратегиями прошлых столетий с Хускарами разнообразными, все равно выигрывают. Ну, Резоль старается, тут понятно, от него тут мало что зависит. Тут надо, чтобы команда не умирала, Джаша, успеет, 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 успеет. Вот это хорошие фраги. Вот такие фраги очень нужны. Третий фраг всего. Это саппорт. Вот вы понимаете, жуки второй раз догоняют Резоля. Второй раз не выцепанулись, Матумба. Ну, это слишком легко. Форстав. Форстав не особо поможет Зевсу в такой ситуации. Ему какая-то линка нужна, или Глиммер успеть поражать, что угодно. Но Форстав, если тебя привязывают, ты не успеваешь его нажимать. Вот они, Маск Кабаны появляются. Взял талант, не на Стрэнджо, на Кабаны, на Кабана дополнительного Майн Контроль. Я не люблю этот талант. Просто потому, что я не люблю контролить Кабанами. Это можно обвести там Контру 1 и... Можно, но все равно это в драке его надо направлять на какого-то типа. Вместе с собой, с Толбэка. Не, ну надо же контролить иногда в драке, чтобы человек слово получал, а ты там билкут. Это неинтересно. Ты ждем демидж-дилер, демидж-демидж-дилер. Ну так все, Кабанами расстреливаешь пацана. На единицу забиндил птичку на 2 кабана. Блин, что меня в доте бесит, что, да, когда ты биндишь там птичку на единицу, у бестмастера, я каждый раз перебезываю, она у тебя автоматом на единицу забинджена. Все, конечно, очень круто. Но когда у тебя уже одна птица висит, ты вторую вызываешь, и получается, она у тебя тоже на единицу забинджена. И, короче, их надо ручками разводить, и это мне не нравится. Так, тут тем временем Адайр Курьер погиб. Да, убивает Курьера. У нас вир уже 15 уровень. Сейчас появится линка, я думаю, они дождутся Рошана и пойдут на хайграунд. Преимущество уже слишком сильное для 24 минуты. 40 мумент спида. Вместо 20 интеллекта. 40 мумент спида. Я понимаю, что ты бегущая по ветру. У меня 20 интеллекта и G20 атаки, это маны очень много. Манна пул. Видимо, мув спид здесь против вивера, против ликантропа. Это довольно важная вещь. Ну, ладно. Интересно, посмотрим, как это будет выглядеть на деле. Ну, проблемы у Розоли, он погибает. Шекер прыгнул в ответку. Шекер, Розоль. Шекер тоже загибает. Ну, прыгнул хорошо. Дэмэджи не хватает. Да, он первый уровень эхо слэма так подозревает. Кстати, 60 секунд не будет, антимага. Нет, слушай, это может быть огромная проблема. Это может быть суперогромная проблема. Глиф проюзан, Виху отгоняет, Джаш. Сакс пытается что-то сделать. Ну, минус сторона, это точно. Одна ли, вот в чем вопрос. Я думаю, за 40 секунд и перейдут на следующий. Некрачи есть, почему бы и нет. Смотри, как быстро равняются бараки. Это просто жесть. Подкод минус Саксон. Саксон умер. Отвлеклись на него на секундочку. И наверх сразу. И сразу наверх. Забирать верхнюю линию. Ликвиды. Становятся еще на шаг ближе к чемпионскому званию. Ну, 25 секунд Розоли. Без Розоли драться нельзя. Да и с Розоли как-то трудно будет подраться. Там он и Бёрт не постоянно. И хуй есть. Куалба Джаш может здесь погибнуть. Никто внимания не обращает. Пошли муравьи. Приходится поджимать Шрайн. Но бараки уже упали. Минус две стороны. Минус две стороны. Да, неприятно. Центр касается от Хурова. Хочет ворваться. Подкопал Мизери. Огромные проблемы у Мизери. Ее пытаются захилить. Минус Мизери. Просто погибает. 30 секунд нибудь Мизери. Появляется прямо сейчас антимаг. Миракла отгоняет отсюда. Два кабана продолжают бить оранжевой барак. Но уйдут. Уйдут Ликвиды. Уйдут Ликвиды, потому что появился Рошан. И это самое важное. 20 секунд до правления. Поломать Шрайны. Огромный крестоденег. Кстати, могут убить Кура. Нет. Не так все про вас так. Кура отбежал. Шейкл. Линка. Успел повесить Вивер. Успел повесить Вивер Линку. Пытаются фокси. Рор по Резолюшну будет. Фокс есть. Минус Армор. Это минус Резолюшн. Успеет сделать Линк. Блин, гнать дальше. Миракл будет гнать. Резоль. Есть ГА. Надо снять. Сняли. Расстреляли. Моментально Виха пытается драться. Виха. Виха пока мясы. Виху пытается ловить. Но это гуд гейм. Уэлл Плейт. 2-0 превращается в 2-3. И Тим Ликвид становится чемпионом седьмого сезона Дрим Лиги. Ну, что тут можно добавить? Ну, во-первых, мы хотим поздравить Тим Ликвид. Да. Тим Ликвид молодцы. Это абсолютно заслуженная победа. Они большие молодцы. Совершить такой камбэк это очень трудно. И по сезону они хорошо шли. И слушай, а я вот сейчас просто даже захожу. Шестой сезон не они выиграли? По-моему, что же они выиграли шестой? Или выиграли OG? По-моему, Ликвиды всех там давили. Тоже на ландфинале мы с тобой тут сидели. Ликвиды, Ликвиды. Два раза подряд Ликвиды выиграли у Escape Gaming, у Альянса и Империал на этом финале. И тоже они там ни одной карты вообще не проиграли тогда. Да. Они тогда 2-0 у Империал, 2-0 у Альянс и 3-0 у Escape Gaming. Еще раз. Были вообще замечательный сезон получается. Видишь, комментатор, Вилат Гадханфакер. Тут все написано. Все тут написано. Все зафиксировано. Все зафиксировано, да. Двухкратные чемпионы Эпицентра. Двухкратные чемпионы Дрим Лиги. Все свои титулы защищают. Ты знаешь, сложно это сделать. А вот в пятом сезоне чемпионами были OG. А до этого четвертый там Virtus.pro против Empire играли в финале. В третьем Альянс против Cloud9. Прям все сезоны вспомнились. А в первом Na'Vi против Natic. Да. Na'Vi выиграли его. Их менеджер в декабре купался в озере в Швеции. Холодно было. Представьте себе, было время, когда Na'Vi реально были в финале. И выигрывали. Да. И это было даже не в понедельник. Да. В общем, господа, заканчивая Team Liquid, чемпионы. Мы их поздравляем. Мы не доказали всем еще раз, что это одна из лучших команд. Что это один из главных претендентов наравне с Evil Genius, с OG, с Nubis, LGD, с Virtus.pro на звание чемпиона интернешнала грядущего. Planetot мы желаем удачи в этом межсезонье. Ну вот, собственно, имеется в виду интернешнл. После интернешнла посмотрим, собственно, останется ли команда в этом составе. Или будут какие-то замены. Ну, скажу честно, маловероятно, что останется. Не верю я в то, что смогут у них сохранить состав. Я, если честно, думал, что и весь этот год не продержится. Но продержались. Продержались до интернешнла. Может быть, и дальше останутся, сделают работу над ошибками. Ну, посмотрим. Да, да, да. То есть нужно, значит, вдохнуть новую жизнь вот в эту команду. Что вот видно, что сейчас немножко она на минус морали, в тильте таком. И не получается немножко у ребят. Поглядим. Мы с вами прощаемся. Если это был последний эфир на каналах Рухаба в этом сезоне. На каналах Рухаба эфиров больше не будет в этом сезоне. Мы вернемся уже после интернешнла, потому что интернешнл будет на каналах интернешнл, там, где обычно. Ну, а Рухаб вернется к вам уже из этой студии в конце августа. Субтитры сделал DimaTorzok